Девушки отдыхают А сейчас мы поговорим о краткосрочных и долгосрочных целях в служении по основанию церквей. Нередко меня спрашивают, в какой момент церковь можно считать функциональной, самостоятельной? Итак, что же мы хотим видеть в качестве результата своего труда в ближайшей перспективе? При каких условиях миссионер может считать проект относительно завершенным? Если обратиться к примеру апостола Павла, то мы опять-таки увидим, что фундамент церкви относительно прост. Во-первых, это новообращенные христиане, которые регулярно собираются вместе для исполнения, как мы уже сказали, библейских предписаний. И второй ключевой момент — в церкви были поставлены пресвитеры. Так, во время своего миссионерского путешествия Павел и Варнава проповедовали Евангелие в Листре, Иконе, Дерве и так далее. И потом, возвратившись, деяния 14 глава рукоположили ученикам пресвитеров в каждой церкви. И далее говорится, что они предали их Господу. Другими словами, это как бы знаменовало собой завершение первого и главного этапа формирования церкви. И Павел с Варнавой могли двигаться дальше, чтобы нести Евангелие в другие города. Таким образом, краткосрочные цели состоят в том, чтобы приобрести Христу новых учеников, утвердить их вере, помочь им присвоить библейские ценности и назначить пресвитеров из числа местных христиан, которые будут руководить вновь созданной общиной дальше, когда уйдут миссионеры. Однако должны быть еще и те, кто поливает. Помните, в 1 Коринфянам 3 Павел говорит, «Я насадил, Аполлос поливал». То есть Павел был своего рода первопроходцем. Он начинал все с нуля. Он посадил это дерево. Но вслед за ним пришли такие, как Аполлос, готовые научить. И Аполлос поливал, служил в Коринфской церкви, которая, как вы знаете, здоровьем не отличалась. Там, как нигде, требовалось наседание, увещевание, исправление. Получается, что есть те, кто церковь насаждает, это первопроходцы, а есть те, кто ее поливает, способствуя дальнейшему росту. Так вот, краткосрочные цели преследуют первые. Но и долгосрочные цели тоже есть. Наша задача не просто основать одну поместную церковь, а организовывать здоровые, способные к воспроизводству общины, готовые исполнять свое предназначение. Вот это и есть наши цели на долгосрочную перспективу. Здоровые, способные к самовоспроизводству, поддерживающие между собой отношения, к чему в свое время стремился апостол Павел. В 15 главе книги Деяний мы читаем, что некоторые пришли из Иудеи и учили братьев. А вне голода антиохийская церковь помогала Иерусалимская, то есть между общинами существовали тесные связи. Нередко по тому или иному делу Павел отправлял служителей из одной церкви в другую. В Писании мы находим многочисленные взаимные приветствия церквей. Из этого всего становится ясно, что христианские общины существовали не обособленно, а в постоянном взаимодействии. И это важно, особенно если мы хотим, чтобы основание и развитие церквей превратилось в настоящее движение. Выделяем три ключевых свойства эффективной поместной церкви, содержащие компонент саму. Во-первых, это самовоспроизводство. Благовестие осуществляется самой общиной, а не приглашенными миссионерами. Во-вторых, финансовая самостоятельность. Церковь не требует дополнительных материальных вложений, а значит, высвобождаются средства на новый проект. И в-третьих, самоуправление. Это значит, общины руководят местные служители, которые сами принимают необходимые решения. К трем перечисленным иногда добавляют и четвертую характеристику – самообразование, как способность членов общины к самостоятельному изучению Библии. Все мы в жизни сталкиваемся с испытаниями. Так вот, вместо того, чтобы постоянно обращаться за советом к пастору или миссионеру, паства должна уметь применять библейское учение в своей повседневной жизни и, опираясь на его принципы, решать возникающие проблемы. Разумеется, это не отменяет возможной помощи и совета со стороны служителей, но говорит о том, что община должна знать Писание и уметь его применять. Вот в этом, пожалуй, и заключаются долгосрочные цели служения по основанию церквей. Переходим к вопросу об условиях организации церкви. Под ними понимается неопределенная культурная среда, в которой создается община, а скорее ряд конкретных условий. Первое – основание церкви с нуля. Обычно это случай, когда вам предстоит трудиться в регионе, где поблизости нет вообще никаких церквей. Типичный пример – Средняя Азия. Страны, где христиан можно сосчитать по пальцам. В плане благовестия прибывшему туда миссионеру предстоит возделывать целину или группе миссионеров. Но в любом случае начинать им придется с нуля, без поддержки и помощи местных верующих. Именно в таких условиях трудился апостол Павел. Он не желал созидать на чужом основании, а шел туда, где люди еще не знали Христа. Павел был первопроходцем. В современном мире остается немало регионов, где Евангелие еще не было проповедано. И кто-то должен туда его принести. Миссионеры, первопроходцы – особенные люди. Они должны быть готовы быстро адаптироваться к другой культуре, при необходимости овладеть ее языком, научиться общаться с местным населением так, чтобы достигать сердца и разума этих людей, чтобы суметь объединить их в одну общину. Второй возможный контекст – воссоздание церкви. Допустим, в этом месте община когда-то уже была, но потом прекратила свое существование. Давайте вспомним Турцию. Церкви, которые Павел насадил в Малой Асии, Эфеисе, Смирне, Филадельфии и прочих городах этого региона, находятся на территории современной Турции, в которой, как известно, преобладает ислам. Но в те времена основанные здесь Павлом общины были здоровыми и развивающимися. Сегодня большинства из них уже нет. Вот почему организацию церквей в подобных регионах пионерской миссией назвать нельзя. Там некогда уже были общины. Следующий вариант – основание церкви отдельной деноминацией. Хотя в этой формулировке есть какой-то негативный оттенок, речь здесь на самом деле вот о чем. Представители какой-то конкретной деноминации – баптисты, пресвитериани, методисты, говорят «Здесь у вас много разных церквей, но такой, как наши, еще нет». На этом основании они и насаждают свою церковь. Не стоит думать, что это в корне неправильно и ведет к соперничеству. Последнее случается лишь тогда, когда в новую общину привлекают верующих из других общин. Однако есть и другой вариант. Возможно, в эту церковь придут люди, которые до сих пор ни к одной церкви не примкнули. Не исключено, что новая община с ее уникальными особенностями окажется для них местом, куда они захотят прийти. Так, кому-то по душе более эмоциональное, экспрессивное поклонение, характерное, скажем, для пятидесятнической церкви, а кто-то больше тяготеет к литургии. По этой причине насаждение церкви какой-то иной христианской деноминации не стоит считать чем-то неправильным, покуда эта новая община не перетягивает к себе членов других церквей, а формируется из людей новообращенных. Еще один возможный контекст – восполнение дефицита церквей, то есть когда новая община возникает там, где какие-то церкви уже есть, но в недостаточном количестве. Отсюда правомерный вопрос – а достаточно это сколько? Сколько церквей должно быть в городе? В начале 90-х я занимался основанием церквей в городе Мюнхене. Разумеется, в начале мы провели исследование, узнали, сколько в этом городе церквей, где проповедуется Евангелие. Население города на тот момент составляло примерно 1,3 миллиона человек, плюс около полумиллиона проживали в пригородах. Так вот мы подсчитали, что при условии наличия хотя бы одной общины на каждые 10 тысяч жителей Мюнхена, мы должны основать порядка ста церквей. И это если брать соотношение 1 к 10 тысячам. Представители некоторых организаций утверждают, что адекватным является соотношение 1 к 1000. Кому-то это покажется чрезмерным. Однако задумайтесь, на каком основании был сделан подобный вывод? Одна церковь на тысячу человек. А рассуждали примерно так. Допустим, община состоит из 100 человек. Каждый из которых может потенциально привести к Богу еще 10 своих друзей. Получается, что в итоге она увеличивается в 10 раз. Или вот еще такой подход. Давайте подсчитаем все церкви города, и путем обычного сложения попробуем определить общее количество мест в этих церквях. Предположим, их окажется около 7 тысяч. А население города при этом 100 тысяч человек. Таким образом, даже если каждое воскресенье все места будут заняты, и даже если богослужений будет не одно, а два, мы все равно не сможем вместить все население города. На этом основании ряд организаций активно выступают за насаждение церквей в целях ликвидации их дефицита. Нет ничего плохого в том, чтобы насаждать новые церкви там, где уже имеются другие христианские общины. Вопрос в другом. В каком количестве? Все вышесказанное ставит вопрос о взаимоотношениях между церквями. Ведь многим из нас предстоит организовывать общины там, где уже есть другие церкви. В каком случае это разумно и правильно? Вот что я бы посоветовал. Во-первых, постарайтесь правдиво оценить духовные потребности местного населения. Бывает, что где-то церквей вполне достаточно, и все они функциональны. Тогда возможно насаждать в этом месте еще одну церковь не самое лучшее решение. Разумнее рассмотреть другие города и регионы. Итак, попытайтесь оценить, есть ли необходимость в новой общине. Второй важный фактор – это фактор номинальности веры, о котором я уже упоминал. Некоторые люди заявляют о своей принадлежности, скажем, к лютеранской, католической или православной церкви, но когда дело доходит до посещения храма, в собрании мы видим процентов 5 от общего количества так называемых христиан. Что это значит? Это значит, что дальше слов христианство у них не идет. Можно ли здесь говорить о живых взаимоотношениях со Христом? Мне кажется, что в подобной ситуации попытка достичь этих людей Евангелием разумна и оправдана. Оповестить существующей церкви о своем присутствии и намерениях так же уместно. Оцените ситуацию и найдите наилучший способ. Мы занимались основанием церкви в Германии, где преобладали римско-католические общины. Так вот, я обычно отправлялся в местные храмы, знакомился со священниками и вкратце рассказывал им о нашей миссии. Мне казалось, что это правильно и честно. Иногда на подобный шаг могут отреагировать явным недружелюбием. Так что будьте готовы. В большом же городе заявлять о своем присутствии целесообразно не всегда, по причине многочисленности уже существующих там общин. В общем, смотрите и решайте сами. Лично я всегда соблюдал этот момент, несмотря на возможные неприятные разговоры и потенциально трудные вопросы. Другим принципиальным моментом для меня было заверить местные евангельские общины в том, что мы не будем переманивать к себе их прихожан. Если кто-то из членов другой церкви начнет приходить к нам, я непременно сообщу об этом пастору и попутно поинтересуюсь его видением данной ситуации. Ведь иногда люди переходят в другую общину из-за того, что у них возникла проблема в предыдущей. И об этом желательно знать. В моей практике бывало такое, что мне приходилось отправлять людей в свою церковь. Я откровенно говорил им, что обещал не красть паству, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь и служите Господу там, где служили. Такие случаи тоже были. Такой подход способствует поддержанию добрых межцерковных отношений. Ведь появление в городе группы миссионеров-основателей нередко вызывает подозрения. Кто вы? Зачем вы здесь? Люди к нам-то не идут, а тут еще вы, к чему эта конкуренция и так далее. Такое отношение не редкость. Однако, по моему опыту, проявление доброжелательности и стремление к межцерковному сотрудничеству находят у представителей местных общин добрый отклик. Итак, это то, что касается вопроса о насаждении церквей там, где уже есть другие христианские общины. Продолжение следует...